И каждый должен задаться вопросом, что приемлемо для шаббата, а что неприемлемо. В раббинистическом иудаизме определение того, что вам не позволительно делать шаббат, то, что вы не можете что-то творить, поэтому вы не можете писать, поскольку это творчество, не можете играть на музыкальном инструменте, поскольку это творчество. А я верю, что центр смысл шаббата это не делать вещи, исходя из своих экономических соображений. Да, Бог прекратил свое творение на шаббат, но правило «не работать» относится к вашим полям, также к продаже, торговле. И это творческое наслаждение, это, может быть, одно из самых великих вещей, которые вы можете получать удовольствие от которых. Допустим, шоппинг тоже вы не должны делать, шаббат, что я думаю. И раббины не ездят на машинах в субботу. Почему? Поскольку вы делаете огонь, как бы вы зажигаете огонь, вот этот... Если, допустим, я ортодоксальный еврей, я не могу в субботу носить у себя в кармане ручки и блокнот, потому что это работа, ношение, вы носите. Но если я обвяжу мой округ веревкой, «Эруб» называется, тогда этот округ считается моим домом, тогда я могу носить блокнот. Я не могу талит свой носить, если только я не нахожусь в пределах эруб. И вы увидите ортодоксальных евреев, если они внутри эруб носят свой талит. Если они не находятся внутри эруб, тогда они приносят талит в синагогу до шаббата. Молятся на служение эры в шаббат, оставляют талит там, и затем в заключительное служение шаббата берут талит домой. И ортодоксальные евреи на утреннее благослужение носят талит, но не на вечернее. Почему? Почему? Поскольку в Библии сказано, вы посмотрите на кисточки, а если темно, то невозможно увидеть эти кисточки. Но у нас же есть электричество, все равно. Это традиция. И вот что можно сказать в отношении ортодоксов. Очень интересно. Существует это давление, побуждающее вас делать все то, что установили раввины. И служение очень длинное. Поскольку, как только приняли молитву, как только молитву принял, то такое ощущение, что ты должен всеми молитвой молиться. И, конечно, в утреннее служение шаббата, шахрит, утреннее служение. После утреннего служения вы переходите к Мусаф. Что такое Мусаф? Это означает дополнительный. Множество тех же молитв вы снова повторяете, снова молитесь, которые вы только недавно буквально молились. Поскольку молитва это... Почему? Потому что молитва замещает жертвоприношение. И то есть вы молитесь тогда, когда были принесены жертвы в храме. И я хочу объяснить эту раввинистическую мысль. Многие христиане и мессианские евреи говорят евреям, как же... как вы можете получать искупление греха, если нету жертвоприношения. И необразованный еврей, или же частично образованный, скажет, что молитвы замещают жертвы. и тогда вы скажете, но ведь должна быть кровь. У частично образованного еврея не будет ответа. А на самом деле образованный еврея скажет, у нас есть кровь. Потому что, когда мы молимся, именно во время жертвоприношений это происходит. И мы отождествляемся с этими жертвами. И вся эта кровь жертвенная с тех древних времен. Бог принимает ту кровь для нас, за нас. И как мы говорим, кровь Яшуа принята, потому что мы вспоминаем ее. И они говорят, что кровь жертвенная вспоминается. Но большинство евреев в принципе не будет такого ответа, поскольку только образованным будет такой ответ. И теперь мы переходим к Шавуоту, Пендесятнице. Праздник Шавуот. Шавуот конец мая, начало июня. В зависимости от лунного календаря. Пятьдесят дней после праздника первых плодов. И агрикультурно, в сельскохозяйстве первый основной праздник. Первая жатва. Пшеница, ячмень. И как в истории Библия не говорит. Библия не говорит. Но раввины говорят нам. Просто добавляем путешественные дни, после они уехали Египту. И что раввины нам рассказывают в Шавуоте? Раввины нам рассказывают исторически, что произошло. И что раввины нам рассказывают? Через сорок дней после исхода. Куда они дошли? Синай. К Синаю. Шавуот Время дарования десяти заповедей. Даяние Торы. Первое. Я думаю, что они правы. И когда вы доходите до Ишуа, и что мы находим в Ишуа? Совершенствование Торы. Поскольку Ишуа был живой Торой. Что еще мы видим? Что еще мы видим? Руаха Кодеш. Римлянам 8.4. Руаха Кодеш. Было ли покончено с законом? Закончился вообще закон? Что там говорится? Что требование Торы исполнилось посредством тех, которые ходят Духом. По Духу. Все слышали? Все хорошо слышат перевод. Нужно ли громче сделать? Уже сделали. Они уже сделали. Хорошо. Очень громко. Теперь. Шавуот. Что Петр цитировал в Иоанне 2.28? Что он говорит в Акс 2? Акс 2. Джоул, он просто сказал. Да, он цитировал Иоанне 2.28. Что Петр сделал? Он цитировал Иоанне 2.28. Это то, о чем говорил пророк Иоанне 2.28. Что последние дни я изолью свой Дух на каждую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. И у ваших старцев будут сны. И так же на рабов рабыни залью свой Дух. Поэтому Петр очень ясно говорит, он верит, что с пришествием Шавуота начались последние дни. И теология Нового Завета в соответствии с которым Царство Божие пришло. Последние дни начались. Но так же только полнота их будет во время Второго Пришествия. И излился ли Божий Дух на всякую плоть? Нет, Он начал изливаться на всякую плоть. И абсолютное исполнение Второй главы все это будет во время Второго Пришествия. Поэтому в плане эсхатологии Иои вторая глава указывает указывает на пробуждение последнего времени Второе Пришествие Жатву И даже на грядущий век. И так же вы в этом увидите наложение различных праздников. У каждого из праздников похожее значение, но разный акцент. Поэтому в синагоге что делаем на Шавуот? Молимся пару молитв. Как долго? Ну, благодарим за Жатву. Ну, что-то такое. Благодарение за Тору. И основная еврейская традиция на Шавуот что делать? Кто знает? Какова основная традиция? Данного месяца тоже дают Шафар. Всю ночь вы не спите и изучаете Тору. Кто из вас так делал? Для нас мы думаем, что это очень хорошо для мессианских общин. Такие собрания, служения Духа Святого. И когда те, кто хотят, могут всю ночь изучать Библию, мы поклоняемся, молимся друг за друга, чтобы быть наполненным Духом, пророчествуем, поскольку это время Духа Святого для нас. Поэтому немножко это отличается от Синагоги. Мы бы не просто изучали Тору, мы бы изучали все отрывки в отношении Духа. Как вам это нравится? Вопросы по Шавуоту? Да. А? Камера? There aren't any. Nobody's up. Simple. This is an easy one. Okay. Now. We're erasing here. So good to erase. I'm erasing all your sins. Я стираю все ваши грехи. There we go. Okay. Everybody ready? Все готовы? Следующее. Какой следующий праздник? В соответствии с Левитом 23? What's the next one? Rosh Hashanah. Which in the Bible is called what? Yom. What is it called? Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah or Yom Ha Teruah. Yom Ha Teruah. And what is Teruah mean? What is Teruah mean? What is it called? Blowing a shofar. Blowing a shofar. Or blowing a trumpet. In fact, because it's a new moon, we're talking about blowing the silver trumpet. We're talking about blowing the silver trumpet. And you'll see, they go back and forth between the two kinds of trumpet. And you'll see, they go back and forth between the two kinds of trumpet. This is very interesting. Это очень интересно. Это так интересно. В Библии же не говорится, что это Новый год. Библия говорится, что это седьмой месяц. Потому что начало года — это Ниссан. Снова это указывает влияние евреев на японцев. Как они своим машином назвали? Ниссан. Поэтому это седьмой месяц. И у раввинов есть традиция называть месяц с началом года. Так как после вращения всех ваших грехов у вас новое начало. Как бы новое начало. Но кроме того, в древнем Нижнем Востоке это был их Новый год. И также принимали это в период после знания. Поэтому раввины придавали такое значение. Какое значение раввины придавали первому месяцу и седьмому месяцу? Какое значение первого месяца у раввинов? Это годовщина празднования творения мира, первый месяц. Тишри — это первый месяц творения. Хотите доказательства? Нет. Я не думаю, что у нас не получится доказать это. Поэтому я не из тех евреев, которые говорят, что не надо использовать название это «Рошхашана». Поскольку это слишком отделить нас от нашего народа. И также нужно объяснить это то, что не понимают евреи. Что это седьмой месяц. Седьмой месяц — это месяц совершенства. Поэтому мы совершенными становимся. Число семь. И первый день — это Новомесячи. И в еврейской традиции новое начало есть в каждом месяце. Каждый месяц вы дуете в шофар. И в нашей традиции что во время Новомесячения мы отмечаем хлебопреломление, причастие Его. Преломленное тело, прелитая кровь, новое месячье. Новое месячье — это время празднования Его смерти и воскресенья. Но на седьмой... Но на седьмой месяц, первый день седьмого месяца, на самом деле, Новомесячье, очень большой Новомесячье. Сельскохозяйственно, сельскохозяйственно, этот месяц полностью — это период жатвы осенней. И вы не явным образом отмечаете эту осеннюю жатву, хотя она и продолжается. Но только начиная с пятнадцатого дня месяца, когда наступает Новое Месячье, не на воскресенье, а полная Луна. После полной Луны. Шавуот на полную Луну. Почти полную Луну. И Суккот на полную Луну. А это Новая Луна. Так что всегда нужно помнить о Новомесяче. Исторически вы изучаете все, что связано с шафаром. дуть в шафар, дуть в серебряные трубы и шафар. Собрать войска для войны. Призвать людей на собрание. И здесь нету какого-то определенного исторического события. И в плане исторического значения Иешуа возникает вопросительный вопрос. Мы можем представить, можем подумать, что это явление ангела Мириам и пастухам, как, допустим, Мессия Генделя, вот это знаменитое произведение. Кто знает, кто слышал? Если у нас был сопрано голос, у кого здесь сопрано голос? Ты не сопрано, у тебя Альт. Кого тут сопрано? Ну, я буду басом петь. Знаешь, что ты сейчас хочешь попробовать? Давай. Ой-в-в-в-вой. Ну, кто поет? Кто запоет для меня? Ну, кто поет для меня? А что они поет? Слава Богу! Вышних! И мир на земле! Повторите! Что Победа? Что Пионта? Что Пионта? Она должна петь песню «There were shepherds abiding in the hill» Она не должна говорить слова. «There were shepherds abiding in the hill» — сопрано! У меня не сопрано. Ну, что спеть? Аллилуйя! 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 Может быть, может быть, разглашение о рождении Ишуа можно связать с этим. Но в тексте же там не сказано, что там были трубы. Трубы небесные. Хотя, возможно, и были трубы. Очень хорошо все подходит. Поэтому можно это все связать с ангельским явлением и провозглашением. Поскольку шофар — это провозглашение. И, о, если вы, когда дойдете до эсхатологии, это все. Эти трубы в книге Откровения, «Семь труб». Что там говорится в «Семь трубах» в Мессии Гендаля? «Царства этого мира» — «Царства этого мира стали» «Стали царством нашего Господа Христа». И он будет править навеки, и он будет править, и он будет править навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. All right, now, that's the seventh shofar. Это седьмой шофар. King of kings and lord of lords, and he... Стоит царей, Господь-господ. Я учил это в школе, в средней школе. И также эти первые фессалоникийцам 4, 16, 2 Коринфянам 15, и так же Генделл, вот этот, вот этот. Генделл, и этот стих положил на музыку. Получается, те, которые мертвы, они воскреснут. И мы, те, которые живые, будем изменены. Это стих, которые, и мы, те, которые живые, мы мгновенно не изменимся. Поэтому шофар связан с вторым пришествием Ишуа. И в первых фессалоникийцам 4, 16 и 17, Когда мертвый Мессия воскреснут прежде, И мы живые, те, кто живые, Мессия, Будем восхищены вместе с ними на облаках, И встретить Господа в воздухе. И так мы всегда будем с Господом. Да? Да. Это не означает, что мы будем в облаках там постоянно. Мы возвратимся с ними и будем править. Поэтому Весь, все это удивительное значение, которое указывает, ну, все в связи с Йом Хатруа, с Днем Труб. И обычно в синагоге, практика синагог, Роша-Шана Время такой странной смеси. Поскольку они понимают, что дуть шофар Это произношение судов Божьих. И это правильно, потому что что произойдет после возвращения Йошуа? Откровение 19-го глава Когда будут уничтожены враги Бога. Поэтому Иудаизм принимает, что это начало судов И это смесь такая Они, с одной стороны, празднуют пришествие Царства И также, с другой стороны, каешься, чтобы ты не попал под осуждение И потому в молитвах к синагоге Существует множество молитв покаяния И также молитв ходатайства, чтобы Израиль покаялся И молитвы за избавление мира Поэтому это покаяние, с одной стороны И также пришествие Царства И также приветствие Приветствие, которое звучит, чтобы ты был записан в книге жизни Это очень интересная концепция Поскольку, как Библия, это книга жизни Те, которых нет в ней Во время суда они будут записаны Куда они поедут? Они поедут в Сибирь Нет, куда они поедут? Где они поедут? Хел В ад Гиена Иудаизм не очень ясно проводит черту Ну, не понимает, что имеется в виду Они, возможно, говорят о книге жизни на следующий год Так, чтобы ты дожил до следующего Рошашана и не умер за этот год Поскольку в иудаизме есть идея этого, о книге жизни Это идея того, что за этот год эти люди будут жить и не умрут за этот год Если с этой точки зрения То Не должно возникнуть никаких проблем с тем, чтобы мы приветствовали так людей Да, будешь ты записан в книге жизни В будущем году И особенно И, конечно, мы надеемся, что ты на самом деле жден свыше, чтобы ты записан в конкретной книге жизни В окончательной книге жизни Поэтому в иудаизме вы имеете служение Молитвенные служения Утро, обед, вечер По теме Суд Божий Получается, это особенно такая тема молитвы Господь есть царь, был, есть и будет всегда Мы поем каждую неделю небольшую часть этой молитвы Это длинная молитва В синагогах Поэтому вы молитесь И затем говорите эту фразу И затем молитву И затем молитесь Господь царь Был царь Будет царем Всегда Во веки Поэтому тема о царстве Ишуа Царство Ишуа Также это начало Мольбы к Богу О Его милости и благодати И мы позже также Перейдем к этой молитве И часто эта молитва Повыла В период между Роша Шана и Йом Кипур Эту песню Молитва Вы все знаете эту песню Кие бану махасим Садаха бахесед Роша Шана Это суббота Вопросы по этой теме Во всех этих праздниках Нужно вносить Мессианское значение И вы понимаете Что в вашем праздновании Должны быть эти пять букв В каждом празднике Должно быть похоже на это То есть очень много Содержания Нового Завета Должно быть Окей Ше-элот Вопросы 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 Нет вопросов После этого Йом Кипур В Йом Кипур Все еще Продолжается Жатва Это сезон Жатвы Ну он Это не явно выражено Но все равно Подразумевается И историческое значение Связано Связано с Древним Израилем В Скинии И в Храме Это центральный день Главный день Искупления народов Левит 16 глава Это тема Тема этого праздника И что происходило На Йом Кипур Это Святая Суббота Вы огорчаете душу свою Бог говорит И обычно это означает Вы поститесь И достаточно пост был трудным Поскольку вы не могли пить даже воды Однако В Библии точно не говорится О том Как томить душу свою Но пост Это хорошая идея На Йом Кипур Есть два ключевых момента Первое Это что священник ходил в храм С кровью животных И он носил одежды В святом святых Перед ковчегом И он представлял всех людей Весь народ И он окроплял кровью Крышку ковчега Интересно, что кровь покрывала Это десять заповедей Так что все преступления были прощены Или покрыты Все преступления Которые нарушали закон Тору И почему мы можем сказать Что Моисеев закон Это закон благодати А не закон А не завет Это завет благодати А не завет простого закона Поскольку центр этого завета Благодатное прощение Через жертвенную кровь И особенно это ясно видно Драматично на Йом Кипур И другие такие огромные церемонии То, что священник Исповедует грех Израиля Над козлом И затем что происходит с козлом Азазель Он идет в пустыню Чего он туда идет? Зачем он туда идет? Он исчезает в пустыне Забирает реки Израиля И это можно связать стихом С тем стихом Как далеко запад от востока Так далеко твои преступления Я выкинул Псалом 102 Козелы отпущения уносят их Теперь мы сделаем перерыв И затем возвращаемся Поговорим об Ишуа И о будущем